Здравствуйте! Когда же будут драники? Спрашивайте вы у меня. Ну вот сегодня будут драники. Как раз я делаю порцию на двоих. Значит, три картошки, бодраники, дыруны, это делается еще из картошки. Я так понимаю, правильно я понимаю вас, а вы понимаете меня. У нас это называется дыруны. Одна луковица на три картошки и одно яйцо. Как раз порция на двоих. Тут я еще посмотрела в интернете, раньше были советы, а сейчас все лайфхаки. Так вот такой, а не лайфхак, как сделать что? Вот такую хорошую подставочку для яйца. Мне это понравилось, а почему бы нет? Потому что я делала подставку для яйца пару лет назад, использовала пробку. А тут оказывается, можно использовать еще часть бутылки. Видите, бутылка, отрезается вершина. Верь в бутылке, да? Немножко вот так вот отрезаем. И получается отличная подставочка для яиц. Нормально стоит, стоит. Можно подавать, да? Ну, в общем, такое. Идем готовить. Что я буду делать? Значит, картошку я помыла. Сейчас ее почищу. Лук тоже буду чистить и буду готовить драники. Беру терку. Это большая сторона, здесь такие большие зубчики, да? А вот маленькие зубчики. И я буду тереть картошку и лук вот на этой стороне терочки. Маленькие зубчики такие. Не тут, где очень-очень маленькие, нет. А тут такие, как бы, после больших, да, средние. Вот здесь я начинаю с чего? Это лук. Луковица я очистила, она чистенькая, сухая. И я начинаю тереть. Начинаю я с луковицы. Затем беру картошку и натираю картошку. Почему я так делаю? Потому что картошка быстро чернеет. А когда мы будем делать лук-картошка, лук-картошка буду натирать, то картошка будет беленькая, останется беленького цвета. Так получилась такая горка картошечки с луком. Да, это три картошки. Я перекладываю в душляк всю вот эту массу. Зачем? Понятно, зачем я перекладываю. И пусть постоит так вот. Видите, как, о, сколько сока идет, да? Кому нужен крахмал, да еще сок. Лука. Можно придумать, что с этого сделать. И так вот сока жидкости, да? Крахмала там все остальное. Перекладываю обратно. Как красивый блинчик получился. Сюда добавляю яйцо. Можно чуть-чуть взбить, а можно и хорошо взбить. Вот пышненький такой дранич. Немножко присаливаю. Я немножко, а вы посмотрите по вкусу, как хотите. В принципе, можно даже жарить и не солить, а потом посолить. И с чем-то солененьким кушать. Тоже такое. Я, допустим, жареную картошку никогда не солю. Для себя, когда я жарю, потому что я ее или с сиреночкой, или с огурчиком соленым, или с капустой. Там же будет соли достаточно. Я все приготовила. Тесто замесила. Сейчас вырезаю драники. На горячую сковороду наливаю растительное масло. Я уже налила его. Оно тоже хорошо разогрелось, это маслице. И я выкладываю драники. Значит, что там, 3 картошки, 1 яйцо и немного соли. Переворачиваю на другую сторону. Обжариваю я с обеих сторон. Жарю на умеренном огне, потому что на большом огне картошка просто сгорит. Вот это настоящие, самые простые драники. Здесь нет никаких примесей. Я ничего сюда не добавляю. Конечно, можно делать и с сыром, можно делать с молочком, но тоже будет уже видоизмененный. А вот это такие самые-самые простые рецепты. Так что те, кто никогда не делал эти драники, попробуйте сделать так, как я делаю. Я думаю, вам понравится. Особенно те, кто любит картошку. Попробуйте картошку жарить. Сколько надо минут? Сколько надо минут картошка, чтобы пожарить? Минут 20, да? А здесь 7, максимум 10 минут. Долго что? Долго тереть. Если у вас есть миксер или еще чем-то, так, чтобы картошку можно измельчить, то, конечно, тогда и труда никакого нет. Блюдо очень вкусное. Вот еще не встречала я ни одного человека, кто бы сказал, я не люблю драники. Ну, не встречала. И кто не скажет, что это плохая еда? Вкуснее драников ничего нет на свете. И чем их едят? Со сметаной, с любой острой закуской, с помидорами, с селедочкой, с тюлечкой, с огурчиками, да чем угодно. Или просто без ничего. Драники, они вкусные сами по себе. Это прекрасный завтрак, прекрасный обед и прекрасный ужин для двоих. Всего самого доброго, приятного аппетита. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok